Привет! Предположим, ты по какой-то причине решил перейти с трех звезд спереди на одну. И первое, что надо проверить, являются ли съемными эти звезды, потому что если они съемные, лишние можно просто открутить. В данном случае вот у этой системы Шмана звезды приклепаны и снять их можно разве что отпилив болгаркой. На такой случай, ну или допустим, если система устарела, допустим, если она не Шмана, жутко тяжелая, допустим, с остальными штунами на каком-нибудь стоковом форварде, то вот, собственно, предложение от продавца, ссылка на которого находится в описании. Система Паравил. Паравил это завод, который делает шатуны для многих брендов. Ну, имеется в виду бренды, которые выпускают велосипеды. Ходят слухи, допустим, что даже вот эти шатуны сделаны вот на заводе вот этого производителя. Чем интересно решение установки вот таких шатунов под квадрат? Тем, что вам не придется менять свою каретку. Каретки отличаются длиной вала. И есть еще приколы со смещением, то есть, по большому счету, длину вала каретки, если вам вдруг каретку надо менять, надо мерить именно вот таким вот образом, да, вот от этой поверхности до этой поверхности. То есть, видно, что вот этот вал, это у нас сторона привода, да, где металлическая часть находится, металлический фланец. Здесь бывает пластиковый без фланца или металлический без фланца резьбовой винт. Соответственно, если вы вдруг заходите поменять каретку, то с размерностью вам придется немножечко поэкспериментировать. Вот как раз каретка со смещением. Вроде как вал 123, но она будет смещена немножко в левую сторону. То есть, нюансов хватает. Поэтому, если не хотите мучиться с заменой каретки по какой-то причине, соответственно, вот у нас система под квадрат. Они есть в различных длинных шатунах. Ну, вот это 175-е выбрано. В ссылке будут именно на квадрат и на целый магазин, новый магазин, где можно будет поискать. В комплекте с этими шатунами также приехало достаточное для установки звезды количество бонок. Бонки у нас стальные, насколько я ощущаю, по весу. Да, так и есть. Бонки у нас стальные. Ну, то есть, не будет страха их сорвать. И вот такая вот симпатичная достаточно звезда. Причем звезда сразу идет narrow-wide, то есть, с переменной шириной зубьев. Это сделано для того, чтобы цепь, которая будет ложиться на эти зубья, имела меньше шансов при движении с этой звезды слететь. То есть, в широкий паз у нас ложится широкий зуб, в узкий паз у нас ложится узкий зуб. Ну, соответственно, если использовать там 8-скоростные, 9-скоростные цепи, сидеть это все будет плотнее, чем та вот подделка, которую я сейчас накинул для примера. По размерности звездочек вы постараетесь определиться самостоятельно. Обратите внимание на какой из трех звезд, имеющихся сейчас, вы ездите чаще. И прикиньте, сколько на этой звезде зубьев. Хочется ли вам побольше чуть-чуть, чтобы было ехать чуть-чуть потяжелее, но скорость побольше развить. Либо, чтобы полегче было ездить, и скорость большая для вас не важна. То есть, отталкиваясь от вашей любимой передней звезды, вы определяете количество зубьев на новой звездочке, которую вы приобретете. Вот оно обозначается так вот, буковкой Т. 36, 34, 32Т. Соответственно, звезда несложно монтируется на эту систему. Кстати, есть такая штука, которую называют Chainline. Я никогда не запаривался с ее расчетом. По факту, всегда просто ставлю систему. Тем более, что под квадрат системы они садятся на конус. И от того усилия, которое вы приложите к винту, от материала, из которого сделаны шатуны, от конуса, который на каретке, они есть немножечко разных стандартов, о которых практически никто не указывает, от конуса, который выбит в шатунах, это смещение очень сильно зависит. То есть, то, насколько близко шатун в итоге окажется к корпусу рамы. И обычно, обычно, я стараюсь поставить единственную ведущую звезду. Кстати говоря, ее, да, можно вот так вот накинуть сбоку. То есть, не обязательно снимать шатуны в большинстве случаев. Там через педаль даже бывает, можно пропихнуть при необходимости замены на, допустим, другое количество зубьев. Можно взять несколько звезд. Так вот, я всегда стараюсь поставить таким образом, чтобы... Вот здесь у нас получается каретка, здесь проходит перо. Чтобы звезда проходила, ну, как можно ближе к перу, но при этом, если зажать задний тормоз и понажимать на шатун, можно увидеть, как вся эта конструкция немножко флексит. Там перо будет шевелиться, там каретка будет как будто смещаться ближе к перьям. То есть, чтобы при активном педалировании у нас звезда не зацепляла за перо, то есть, там зазор мы обеспечиваем минимум 3 миллиметра хотя бы, а так лучше бы 5-6. То есть, всегда стараюсь выставить так, чтобы звезда была максимально близко, но не касалась перьев. Это у нас позволит цепи находиться, скажем, в более прямом положении, когда вы ездите на самых больших звездах сзади. Ну, то есть, у нас цепь-то будет приходить под разными углами, да, то есть, маленькую звездочку сзади включим или звездочку побольше. У нас цепь будет приходить под разными углами на переднюю звезду. Ну, и, соответственно, там одна из сторон цепи будет изнашиваться сильнее. То есть, там тоже любимые звезды очень сильно влияют на тот чейнлайн, который лучше использовать в случае конкретного человека. Ну, в общем, если установив звезду на внутреннюю поверхность, мы получили, что на конкретно имеющейся каретке, то есть, у нас шатун в перо не упирается, да, а звезда в перо уже уперлась. Ну, можно переставить звезду на наружную сторону. И то же самое. Также имеющимися боночками это дело закрепить. Боночки, кстати, в комплекте, как на мой вкус, и это не первый раз, к сожалению, такое повсеместно идёт. Они, на мой вкус, чуть-чуть коротковаты. То есть, вот эту бы часть, конечно, подлиннее. Но проблема в том, что следующий размер, стандартный размер бонок, оказывается чуть-чуть длинноват. То есть, ну, легко и просто этот вопрос не сказать, что можно решить. Так. Впихнётся она сюда? Нет. Она с этой стороны не впихивается. Однозначно бонка у нас ставится через звезду. Её цилиндрическая часть, а резьбовая часть вкручивается уже через лапку штуна. Ну, таким образом звезда закрепляется на штунах. Все четыре штуки, четыре отверстия заполняются. Лишние боночки есть? Да, боночек здесь с запасом. А запас, я хочу вам сказать, продиктован не тем, что китайцы расщедрились и подсыпали лишнего, а тем, что если устанавливать звезду менее 30 зубьев, допустим, 28, то ставится она вот уже на эти отверстия. Ну, куда такая маленькая звезда? Да, ну, бывает для велосипедов, предназначенных для экстремального катания. Ну, или мало ли, вдруг вы всё-таки решите собрать две звезды, но с Nero White это не особо прокатывает, потому что на вот такое крепление не так часто, не так легко найти недорогие звёзды в продаже, чтобы они были достаточно лёгкими. Остальные, да, пожалуйста, но они не будут Nero White. Ну и да, Nero White звезду, естественно, с переключателем использовать уже бессмысленно, переключаться с неё ничего не захочет, потому что её задача в первую очередь держать цепь на себе как можно дольше и как можно плотнее. Вес системы без звезды составляет ровно 600 грамм, ну и надо понимать, что, вероятно, у вас там ещё будет каретка под квадрат какая-нибудь. Ну и, естественно, нужно установить предыдущую звезду. Итого вес всей системы около 990 грамм получается. Надеюсь, информация была полезна. Ссылка на шатуны будет в описании, и на весь магазин этого продавца тоже будет в описании ему. Спасибо ему за то, что он присылает подобные железки и заказывает подобные ликбезы. Всем пока!